Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». И с вами священник Иоанн Тераус. Нашего пользователя-подписчика тревожит один вопрос. Если во время молитвы отвлекаешься или ловишь себя на этом, то нужно возвращаться назад или снова начинать? Или продолжать молиться, как поступать? Этот вопрос тревожит очень много людей. И мне бы хотелось привести пример нашего современника, одного из таких великих молитвенников и святых, преподобного Паисия Святогорца. Когда-то ему его духовные чадо задавали точно такой же вопрос. И как же отвечал святой Паисий? Он говорил о том, что помыслы, приходящие к нам в голову во время молитвы, похожи на самолеты. Самолет пролетает, нас он, например, тревожит. Мы на него обращаем внимание. Если мы будем кидать в него палками, то мы скорее попадем себе по лбу, нежели самому самолету. Вот такой интересный пример привел преподобный Паисий. Он имел в виду, что обращать внимание на помыслы, начинать с ними какой-то диалог не следует. По той причине, что этот диалог и будет вызывать дальнейшие рассуждения, размышления и будет еще больше отвлекать от молитвы. Я думаю, что если вы имеете намерение, благое намерение, после того, как вы отвлеклись, начать заново эту молитву, то вы имеете на это полное право, и это хорошо. Бог, по слову Иоанна Златоустава, и наше намерение целует. И работника даже единого десятого часа награждает так же, как и работника первого часа. То есть, если вы будете это делать, это хорошо и похвально. Но в то же время, если вы просто продолжите молиться дальше, вы не будете тем самым себя послаждать. Более того, здесь, наверное, стоит обратить внимание также на аскетическую практику отцов, которые предлагают читать короткие молитвы, наипачитам молитву Иисусову, которая поможет нам сосредоточиться и прийти к молитвенному состоянию. Не пренебрегать молитвой Иисусовой — это важная составляющая нашей с вами молитвенной жизни. Святой праведный Алексей Мечов в XX веке своим прихожанам советовал не искать каких-то особых состояний от Иисусовой молитвы, не пытаться применить какие-то сугубо исихатские методы этой молитвы, но в то же время использовать ее в простоте сердца, в простоте душевной, читать молитву Иисусову, и через это, через воспоминание имени Иисусова и призывание его помощи, его помилования вести молитвенную жизнь. Эта короткая молитва поможет вам настроиться. Далее, стоит обратить внимание на то, что святитель Василий Великий предлагал в наше молитвенное правило включать какую-то изменяемую часть. Нужно обратить внимание на то, что наш разум часто отвлекается на интересующие его помыслы или размышления тогда, когда сам текст ему не очень интересен, или когда мы прочитываем эти молитвы в сотый или тысячный раз. До XVII века в России, в Древней Руси, не существовало молитв утренних или молитв на сон грядущем. Более того, и после этого периода предлагалась мирянам некая такая альтернатива. Это чтение по вечере и чтение по луношнице. По луношнице утром, по вечере вечером на сон грядущем. По вечере включают в себя разного типа молитвословия. То есть это и текст псалмов, и словословия, и молитвы, и тропари. Это очень, если сравнить со столом, обильная трапеза для нашего с вами ума. Более того, сегодня издаются такие книги, как «Богородичники». В повечере по уставу Православной Церкви включаются каноны Пресвятой Богородицы. Так вот, если вы возьмете Богородичник, который разделен на 8 глазов, и каждый глаз разделен на каждый день недели, то вы получите 56. А если оба Богородичника, там еще есть Святогорский новый Богородичник, вы получите 112 канонов Богородицы на каждый день. Даже больше там есть приложения. И, соответственно, вы сможете менять составляющую вашего молитвенного правила. В полуношницу вы сможете, проявляя свое такое литургическое творчество свое, вы сможете вставить разную кофизму или трехпсалмия из псалтирии, и тем самым постоянно менять наполнение вашего молитвенного правила. Это позволит вам на молитве не отвлекаться и получить к молитве настоящий интерес. Я желаю вам помощи Божией, благодати Божией в этом добром начинании, потому что без молитвы сложно себе представить духовную жизнь христианина. Нравственную можно, а вот духовную жизнь христианина очень сложно представить без молитвы. Дорогие друзья, наш портал предлагает вам ознакомиться и пройти нашу викторину, которая была на нашем портале создана. Это прекрасная возможность изучить ваши знания о Священном Писании. Ссылка на эту викторину находится в описании под этим роликом. Вы можете применять это как в воскресной школе для своих детей, так же и для себя, для того, чтобы изучить. Прочитали какую-то книгу Священного Писания, выбрали, соответственно, только ее, и вопросы будут исключительно по этой книге Священного Писания. И вы сможете понять, на что вы обратили большее внимание, правильно ли вы поняли те или иные пассажи этой книги. Геймификация образования — это один из сегодняшних трендов педагогики, когда изучение того или иного материала сопровождается каким-то визуальным контентом, прохождением тестов, викторин или специализированных, подготовленных игр. Здесь подключаются разные зоны нашего восприятия, разные зоны нашего сознания, и, соответственно, человек больше может узнать о себе, проверить самого себя. Поэтому я желаю вам воспользоваться этим прекрасным инструментом и тем самым улучшить ваше знание Священного Текста. Храни вас Господь! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok